Последние подробности в деле Эдварда Сноудена, выдавшего секретную информацию Агентства Национальной Безопасности. В России он по-прежнему остается, так сказать, гостем в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. На днях президент Обама на конференции в Сенегале заявил об этом следующее. Давайте послушаем. Я не звонил лично президенту Си Цзиньпиню и не звонил лично президенту Путину, потому что, во-первых, я просто не должен. Нет, я не собираюсь поднимать воздух вертолета, чтобы добраться до 29-летнего хакера. Сенатор Маккейн, президент Обама, похоже, не придает особой значимости делу Сноудену. Вы не согласны? Стоит ли ему все-таки сделать звонок? Я не знаю, надо ли президенту куда-то звонить, но я знаю другое. Это открытая пощечина США. Сейчас, в конце до концов, мы уже должны понимать, что собой представляет Владимир Путин. Он старый КГБшный полковник-аппаратчик, мечтающий о восстановлении Российской империи. Он поставляет оружие в помощь Асаду, он дразнит нас по любому поводу. Мы должны действовать адекватно. Это не значит, что надо возобновлять холодную войну, просто действовать с Владимиром Путином адекватно. Это включает и развертывание системы ПРО в Европе, и расширение закона Магнитского. Это также подразумевает, что мы признаем Путина. Если мы продолжим в том же духе, по-моему, мы перезагрузились обратно к 1955 году. Так что нам приходится искать адекватный подход к деспотичному правителю России, который продолжает репрессии своего народа и ведет себя совсем не в интересах всеобщего мира и добрых отношений между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Сенатор Шумер, неделю назад вы довольно остро выскались о президенте Путине. Неделя прошла, ничего не изменилось. Что вы думаете теперь, согласны ли вы с сенатором Маккейном в том, что нам, возможно, стоит немного усилить давление на Россию? Согласен. Полностью согласен. Не уверен, что пока Эдварду Сноудену в руках в России, нам стоит совершать какие-то открытые шаги, но русские должны заплатить за свои действия, будь то на дипломатическом, экономическом или геополитическом уровне. Они вечно норовят ткнуть пальцем нам в глаз. И еще одно. Нам нужно четко дать понять Эквадору. Если они примут Эдварда Сноудена, они за это поплатятся. Нам придется перестать оказывать им международную помощь, а это около 10 миллионов долларов. Не такая уж маленькая сумма для маленького государства. Они потеряют статус основного торгового партнера. Это их изолирует. Ведь у Колумбии и Перу с нами теперь есть соглашение о свободной торговле. И, наконец, мы перекроем им деловые визы. Сейчас у Эквадора и США их насчитывается около 5000. Обрубим их. Думаю, мы должны занять очень жесткую позицию. С Путиным отношения гораздо сложнее, но я согласен с Джоном Маккейном. Путин должен понять, что это не сойдет ему с рук. Ведь он делает все, чтобы насолить Америке. Будь то Иран, Сирия, а теперь и это. А он очень уязвим.